У нас в России тоже есть люди, знающие толку акционизма, в российском, по крайней мере, культурном поле, и мало кто знает про акционизм больше, чем Марат Гельман, он сегодня в годе нашего эфира, если Марат Александрович нас слышит. Марат Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, можно Марат продолжать, без Александровича. Спасибо. Вот, скажите, Марат, имеют ли вообще сейчас смысл такие акции, потому что, кажется, даже и без них все всем понятно, и кажется, вся Европа сплотилась, и все сочувствуют или пытаются помочь. Стоит ли какой-то политический акционизм задействовать? Мне кажется, что, конечно же, да. Ответ, если коротко, если чуть-чуть развернуто, то общество очень быстро стремится привыкать. Вот информационное пространство, вот появилась какая-то ужасная новость, вот мы ее пережили, на следующий день другая новость, и мы как бы уже, ну не то чтобы забыли, но не вспоминаем о чем. Поэтому вот такие постоянные напоминания, ну это такой политический активизм, то есть это уже, наверное, не столько искусство, сколько такой политический дизайн. Мне кажется, это обязательно. И, собственно говоря, везде, где много внимания медиа, я не знаю, какие-то форумы экономические, там, олимпиады, фестивали в Каннах, должны появляться люди, которые должны, как-то общество немножко возвращать вот в эту алармистскую повестку. Так что, конечно, хочется, чтобы, может быть, были более изощренные, более интересные вот эти акции, но даже такие банально простые, там, обнаженная грудь, там, разрисованное тело, тоже работают. Марат, смотрите, тут же во многом история не в том, в каком виде выбежала активистка, а в том, что это все происходит на Каннском фестивале, который, несмотря на то, что в целом поддерживает политическую повестку конкретно в этом году, но все равно выглядит, как будто бы неуместно, красивые люди в платьях. Вот эта музыка, которая звучала сейчас на видео, которое мы показывали нашим зрителям. Как вам кажется, насколько уместно проводить фестивали, конкурсы? И вот тут мы, конечно же, и к слову «Ново» тоже перейдем. Ну, серьезный вопрос. Значит, ну, с моей точки зрения, если, неважно, форум ли это, фестиваль, вообще любое событие не реагирует на войну, то это ошибка устроителей. То есть, в целом, вот уместность, ничто неуместно, что не имеет отношения к главному событию, которое сегодня происходит. Мне там часто говорят, что вот, в конце концов, войны происходят всегда, вот там была и в Сирии. Но, конечно же, для нас вот эта война, к сожалению, наша война. То есть, наша страна ведет эту войну, и поэтому для нас невозможно ничего, что игнорирует войну. Даже самое изначальное, как бы, мирное действие, вот там, например, мы открывали выставку Семёна Фейбисовича. Это очень известный наш художник, который уехал в Европу и сделал первый европейский проект. И он, ну, там, условно говоря, абстрактная картина. Все равно все начиналось с того, что Семен сказал, что прежде, чем говорить об искусстве, он рассказал о войне, рассказал о своем отношении, о том, как он пытается что-то сделать, и потом, может, переходит к своей, как бы, профессиональной деятельности. Вот. То есть, я думаю, что понятно, что, ну, как бы, люди продолжают жить, работать, но, да, мы должны помнить об этом. Если говорить о нашем форуме, у нас из четырех круглых столов на форуме три были посвящены войне. То есть, мы обсуждали, каким образом культурное российское сообщество может хотелствовать государству и помогать таким образом Украине. Мы рассуждали второй форум о том, что такое вообще искусство во время войны. Как бы продолжение такой вечной темы, можно ли писать стихи после Холокоста. Вот. И третье. Мы обсуждали, конечно, эти проблемы канцелу Russian culture. То есть, где мы ее принимаем, где мы с ней пытаемся... Марат, простите, я вас сейчас тут немножечко перебью, и мне поможет вопрос из чата от Алекса Завса. Лишь бы не было войны, а война идет, когда россияне это поймут. Вам не кажется, что сейчас как будто бы ну, не совсем время обсуждать о канцелу culture и будущее, там, произведения Чайковского, Чехова, и надо остановить войну. Это то, чего ждут от россиян, от граждан России, сейчас буквально все, кто следит за событиями в Украине. Ну, абсолютно верно. Но дело в том, что ведь для того, чтобы что-то совершить, кроме желания совершить, надо понимать, что именно надо совершить, и что будет эффективно, а что нет. Поэтому, когда мы говорим об обсуждении проблем, связанных с войной, то, собственно говоря, именно об этом и говорим. То есть поэт, в принципе, он открывает рот, а из него идет поэзия. Вопрос в том, может ли эта поэзия каким-то образом на что-то повлиять. Я вот вам, например, так как у нас эфир, один стих прочту российского поэта из трех строчек оно было. Значит, я никогда не буду никого убивать. Если, что же с моей головой? Ничего страшного, мы все иногда бываем в такой ситуации. Люди покупают квартиры в рассрочку, как это называется. Ипотека? А, да, да. Значит, я никогда никого не буду убивать. А если ипотека? Ну, разве что ипотека. Ну, такие три строчки, которые, в принципе, очень четко в трех строчках показаны вот этот ужас вот этих людей, которые, типа, как бы там мир за мир, а потом взяли, пошли там воевать, там отправляют эти посылки домой. То есть поэты могут сделать очень много. Они могут сделать какие-то вещи более очевидными, изменить оптику общества. и в этом их работа. Или они могут молчать, в принципе, да, вот там есть позиция наших украинских коллег, которые говорят, что, в принципе, на это время надо замолчать. Ну, мы не очень представляем себе, что это такое, но такая позиция тоже есть. Или третья позиция, продолжать делать то, что ты считаешь нужным, но там все заработанные деньги, или часть, переводи их там в пользу украинцев. То есть вот мы как раз на этом форуме, собственно говоря, обсуждаем вот эту тему. Или, например, вот это, ну вот там, время ли, слушай, чайковский. Значит, ведь на самом деле можно же довести ситуацию до абсурда и этим наоборот навредить. Например, мы там уверены, что надо прекратить отношения с государственными культурными институциями. Мы уверены в том, что те люди искусства, которые поддерживают, даже молчанием поддерживают эту войну, они становятся сообщниками. И, значит, соответственно, их, безусловно, тоже надо игнорировать или наоборот. Но при этом мы понимаем, что, например, Владимир Сорокин, позиция которого была и не изменилась, то есть она была всегда как бы понятна, ясна и четкая, он сегодня наоборот гораздо более востребован и другие какие-то люди, то есть те, чьи мысли на стороне Украины и действия. То есть у нас есть свои сложности, и эти сложности необходимо обсуждать, потому что никто не знает, как правильно. И, собственно говоря, наш форум, безусловно, очень был вовлечен в эту войну. Нельзя сказать, что это форум на фоне войны. Это форум как часть. Это наше действие. Мы хотим, чтобы все понимали, в том числе и в России, что вся русская литература, практически все русское искусство против этой войны и не в смысле пацифистского, типа мы за мир, бла-бла-бла. Нет. Мы на стороне Украины, мы хотим поражения российской армии в данной ситуации. Мы считаем, что всякий патриот России должен, так же, как и мы, хотеть вот этого поражения. Но это надо все обсуждать. Поэтому в данном случае как раз этот форум, он очень сильно помог. Поймите, для людей искусство эти три месяца, это же были месяцы, когда ты чувствуешь себя виноватым, ты чувствуешь себя одиноким. И поэтому, когда мы встретились, начали обмениваться мнениями, это было очень плодотворно. И большинство участников благодарны нам за организацию форума. Хорошо. И вот последний вопрос хотел вас коротко задать и короткий ответ получить. Как представители культуры, вы говорили про то, что канцелят кого-то. Есть кто-то, ну, я с вами согласен, и мы тоже прилагаем большое усилие для того, чтобы заканцели того же, не знаю, условного Гергиева и много кого еще. Но есть ли кто-то из представителей российской культуры, который сейчас несправедливо как раз забанен где-то в Европе или в Соединенных Штатах, хотя, казалось бы, человек проявлял, ну, понимаете, правильную позицию отстаивал, его несправедливо... Хороший вопрос. Да, кто это, например? Очень хороший вопрос. Значит, вообще, на самом деле, самое мощное канцелинг сегодня происходит не в Европе, а в России. то есть, в принципе, закрыли выставку Гриша Брускина. Он был часть эстеблишмента, это крупный художник. Закрыли... То есть, сегодня, если по большому счету говорить, что канцелинг русской культуры больше всего происходит внутри России, все запрещается. Вот эти законы, которые ограничивают художника, этот канцелинг гораздо более мощный, чем там письмо украинской киноакадемии, о том, что давайте не будем показывать фильм Кирилла Серебря. Поэтому ответ на ваш вопрос такой, что основная проблема русской культуры сегодня находится, конечно же, внутри России, а не в Европе. Второе, и о том, что украинская, ну, позиция украинского министерства или украинской ассоциации кино, они нам абсолютно понятны. И они в своем праве, но профессиональные институции, такие как музеи, да, вот такие форумы, как Канн, у них есть своя позиция. И вот в результате как раз и происходит. То есть, если украинцы говорят, надо отменить все, а Каннский фестиваль отвечает, мы с вами согласны, поэтому не будет, условно говоря, государство представлено никоим образом. Вот, вот и получается такой, как бы, получается такая реальная ситуация. Поэтому нет никакого, на самом деле, тревожища нас canceling Russian culture. Более того, мы сознательно, ну, есть люди в Европе, которые там русским искусством занимаются 30 лет, мы сознательно, совместно с ними предлагаем на это время заменить русские проекты на украинцы. Так что, но для того, чтобы это понять, вот надо было и собраться. Мы увидели, что эта тема скорее все-таки является пропагандистским таким мемом российской власти, чем реальной проблемой. Сложный вопрос. проблема в России. Да, да, спасибо большое, Марат Гельман, галерист, был гостем нашего эфира. Спасибо.